Всем добрый день! У нас очередной выпуск нашего подкаста «Избочитание», в котором мы в довольно бессистемном порядке читаем интересные книги, обсуждаем их. И, в общем, сегодня у нас очередной выпуск, в котором мы будем говорить про итальянского философа Джорджа Гамбена, живущего до сих пор, довольно преклонного возраста, 82 года, философ, у которого довольно разноплановые интересы, потому что он писал и о политической теологии, и о философии языка, и теории искусства. Вообще очень разноплановая личность, он, оказывается, даже снимался в кино, он играл в фильме «Позолини», и в ВК вы можете найти этот фильм «Ивангрия от Матфея» с тайм-кодами, где появляется Агамбен. Он делает это ровно три раза, каждый раз примерно на две секунды, он ничего не говорит, он в массовке играет по столу Филиппа. На самом деле Агамбен широко известная фигура, мне кажется, его концепция вот этой «голой жизни», «хомо сакер», о которой мы на сегодня поговорим, так или иначе, в принципе, стали частью современного политического языка, политической философии. Такая публичная фигура, он там много печатается в всяких газетах, журналах итальянских, и не только. И очень много его на русский язык переведено, то есть большое количество его работ уже много лет переводится на русский язык. Но сегодня мы будем говорить про одну небольшую книжку. Позвольте мне вклиниться, мы, это Мишурин Александр Николаевич. И Лебников Денис Эдуардович. Это такой сборник трех эссе, общее название которого «Стасис. Гражданская война как политическая парадигма». «Стасис» — это и есть «Гражданская война» в переводе с древнегреческого. Ну, это буквально «Стояние». Глаголахистами. То есть это момент восстания. И эта часть, собственно, «Хомо Сакер 2.2». Это вторая часть второго тома проекта «Хомо Сакер». Просто это не выглядит как какой-то системный труд, то, что мы будем обсуждать, в том смысле, что это как бы три эссе, которые... там есть общая линия, но больше похожа на сборник эссе, да, все-таки? Ну, вот мне так не особо кажется. Это выглядит как сборник эссе, но линия-то очень четкая. В этом смысле, ну, автор не отклоняется от генеральной линии партии своей. Какой партии, скоро узнаете. Насколько я понимаю, давайте будем честны, а Гамбин все-таки левый. Ну, да. Причем почему-то, значит, левый под влиянием Хайдеггера. Ну, у него как-то, мне кажется, разнопланное влияние. Он там на Вальтера Бениамина ссылается. Вот эта вот идея голой жизни, само понятие у него взято. Он много полемизирует с Фуко. И вот эта идея биополитики, она, в общем, да... Ну, разве биополитика не фукеанская? Да, ну, он продолжает идею Фуко. То есть, для Фуко биополитика характеризует современную власть, а для Гамбина, собственно, политическая начинается, да? Да, любую власть. Да, любая власть. Любая власть. Это биополитика. Согласен с Фуко. Да, и тут я гордко хочу заметить, не могу не вставить, про, собственно, того, с кем Агамбин все время полемизирует. Бу Юнг Чоу Хан. Он как раз тоже хайдегерианец, но он является противником идеи биополитики, потому что он считает, что фукеанская власть, она уже потерпела поражение. Больше никакой власти нигде нет, кроме как власти внутри, в смысле давления изнутри. И книга, за которую он стал известен, The Burnout Society, Общество выгорания. То есть, у нас есть такой один хайдегерианец, который говорит, что биополитика и Фуко больше не отражает окружающей нас действительности. И второй, который говорит, что отражает, но не должна. Ну что, если больше нет замечаний по поводу самого Агамбина, то можем начать. Ну что, первый эссе «Стасис» так и называется, который во многом представляет собой реакцию на книгу французской исследовательницы Николи Ларо, которая называется «Резделённый город». Наверное, если как-то пытаться резюмировать основную идею этого эссе, то я бы сказал так, что в основе политического лежит гражданское противостояние. Это нам хочется сказать Агамбину. То есть, для него, как я понял его идею, гражданская война предстаёт неким актом политизации. Ты должен выбрать позицию. Когда говорят, это вот уже такая навязшая в зубах характеристика гражданской войны, что брат встаёт на брата, но это и означает, что для тебя важнее не кровные узы, а для тебя важнее политическая позиция, с которой ты себя ассоциируешь. В этом смысле ты готов пойти против собственного брата, если он занимает неправильную политическую позицию. Из-за этого рождается политика. Это здорово, но в то же самое время Агамбин говорит и прямо противоположное, что гражданская война, политизируя семью, деполитизирует город. И если честно, этой фразы я не очень понял. Поэтому я хотел бы, чтобы, если вы её поняли, вы бы мне её объяснили. Почему гражданская война политизирует семью? Я понимаю, разделение в семье, гибель кровных уз, греческая классика гражданской войны. Почему город деполитизирует? Ну да, вот с этим у меня тоже возникли сложности. Он даже схемку рисует, да? Гражданская война как политика расположена между семьёй с одной стороны и городом с другой. И я не очень понимаю, что это значит. Почему город из-за гражданской войны перестаёт быть политическим? Может быть, имеется в виду вот эта идея... Ну, собственно, Николь Ларо, на которую он ссылает, она начинает свою эту книжку с эпизода 403 года нашей эры, когда победившие демократы в Афинах, они сказали, что, значит, окей, давайте забудем про то противостояние, которое предшествовало нашей победе, и будем жить так, как будто бы его не было. И вот сама идея того, что политика представляет собой общение по поводу общего блага, сама попытка постоянно забыть, что в основе политического лежит разделение, является попыткой выйти из этого состояния гражданской войны. То есть, с одной стороны, гражданская война политизирует полис, политизирует людей, которые у них живут. Политизирует семью, да. Да, ну то есть ты должен выбрать позицию. А с другой стороны, в конечном итоге мы должны примириться и жить так, как будто бы мы семья, как будто бы мы единое целое для того, чтобы политическое как бы сохранилось, да. То есть если мы постоянно будем находиться в этом противостоянии, как будет возможно это единство, если мы будем с оружием в руках друг к другу воевать. То есть в основе политического лежит вот эта амнистия, как бы акт умолчания. То есть мы сложили оружие, война кончилась, и мы теперь, ну как будто бы ничего не было, как единая семья. Ну говорим там, но в общем влаге обсуждаем его, то есть занимаемся политикой. Наверное так. Но если у вас есть какие-то другие идеи. Есть проблема. Если гражданская война дополитизирует город, то она дополитизирует город во время гражданской войны. Не после нее. Ну понятно, гражданская война политизирует семью во время гражданской войны, не после нее. Ну да. Ну и как же, я понимаю, еще разочек, я прекрасно понимаю, как гражданская война политизирует семью. А как она город деполитизирует во время гражданской войны? Что происходит-то? Где там деполитизация? Не во время, а после? Нет, так и во время. Если после, то при чем здесь вообще гражданская война? Ну, возможно, ответ лежит в следующей части, где он переходит к ГОПСу, и где он говорит, что город остается пуст. Правда, уже в государстве. Да, поэтому следующую часть мы не трогаем еще пока. Слишком быстро, мне кажется. Да. Ну, вот у него есть вот эта фраза, если помните, что с точки зрения права, да, Стасия с одной стороны, он двумя запретами определяется. Первый запрет это не принимать участие в гражданском противостоянии. Помните ссылка на закон Салона, который обязывает каждого присоединиться? Это великолепная страница 30, да. Там, где переводчик, собственно... Там, где, да. Об этом надо говорить отдельно. Да, то есть Агамбин как бы помещает горы, помещает политическое в два полюса. Ты обязан принять участие в гражданской войне, и ты обязан забыть о ней, как только она хочет. Да, забыть о вражде после ее окончания. Но это не объясняет, как гражданская война деполитизирует полис. И более того, собственно, наш прекрасный переводчик, потрясающий человек, великого таланта и, видимо, невероятной смелости, делает по ходу текста, вставляет в текст свои собственные примечания. Примечания, которые сводятся к тому, что обычно переводчик, а я и сам своего рода переводчик, не позволяет себе делать, а именно выражать презрение к объекту или предмету перевода. И вот презрение в данный момент выражается конкретно и в том, что, когда Агамбин говорит, что политика находится между двумя полюсами, обязательно принять участие в гражданской войне, и обязательно забыть о вражде после ее окончания, переводчик справедливо замечает, что Агамбин ошибается и что закон Салона к моменту, когда начинает действовать закон о забытии об участии в гражданской войне, уже не работает. И таких замечаний по тексту разброса на переводчиков очень много. И здесь, может быть, позднее, а может быть и сейчас, мне хотелось бы даже больше поговорить про те ошибки, которые Агамбин допускает. Потому что, например, переводчик наш указывает, что Агамбин даже неправильно цитирует саму Ларо. Я подозреваю, что Ларо – это женщина. Да, буквально. Отлично. Но он намеренно искажает некоторые исторические даты, некоторые исторические тексты. На что переводчик, да, указывает постоянно. Мой первый вопрос будет, это особенность научного подхода или это идеологически обусловленный акт со стороны Агамбина. Мы все, как ученые, прекрасно понимаем, что когда в теорию не встраивается какой-то факт, его можно проигнорировать, если теория больше, чем этот факт. Если вас не устраивают ученые, Гегель – отличный пример того, как игнорировать факты, которые в твою великую теорию не попадают. А это не философия, говорит Гегель, когда, значит, играет с античными философами. Так вот, это первая опция. А вторая опция заключается в том, что Агамбин настолько идеологически ангажирован, что искажение фактов его не пугает вообще. Вот что вам показалось больше правды здесь? Что Агамбин – это отстраненный ученый, который ради красоты теории убирает, искажает факты? Или что это политически ангажированный идеолог, который ради великого и прекрасного будущего, ради прогресса, частью которого он, конечно, является, готов перевирать все, что можно перевирать? Ну, не знаю. Наша задача, мне кажется, понять его концепцию. Вот если мы хотим понять, что это значит деполитизация Холлеса, то, наверное, действие Ермакова скорее мешает. Потому что, да, вот Агамбин строит вот такую концепцию. Может быть, сознательно игнорирует этот факт, что эти два законы в разное время были приняты. И один из них уже перестал существовать, когда все еще работал другой. В этом и сила переводчика, его хюбрис и в то же время его полезность. Он нам показывает, что Агамбин нарушает правила. Мой вопрос, он нарушает правила в рамках нормального научного исследования или он нарушает правила в рамках идеологического ангажимента? Что вам больше кажется? Мне кажется, он скорее строит красивую теорию и выбирает мешающий факт. Ну, мне кажется, сам ход идей, которые в этой книге представлены, говорит нам о том, что он, конечно, выстраивает свое повествование вокруг своей мысли. Он не пытается разобраться в том, как это есть. Он нанизывает факт, нанизывает концепции на свою мысль. Я здесь выступаю другой стороной и говорю, что при условии, что Евгений Александрович прав, мне кажется, что это чистый политический ангажимент. Тут никакого научного исследования, строго говоря, нет. И, чуть-чуть забегая вперед, второй эссе показывает, чем занимается Агамбин в втором эссе. Он рассматривает одну картинку. Рассмотрение картинки как политическое исследование выглядит для меня... Редом не очень корректно, скажем честно. Да, понятно. Выглядит очень странно. И в целом мы наблюдаем сквозь все три эссе мешанину методов. Где-то это лингвистические методы, где-то исторические, где-то культурологические. Ему как бы все равно с точки зрения научной чистоты происходящего. Он просто двигается в заданном заранее направлении. Ну, и это... Если это действительно так, то это, конечно, лишает работу ценностей. И здесь можно вернуться назад и сказать, что гражданская война деполитизирует полис в том смысле, что когда она происходит, полис исчезает. Город перестает быть политической сущностью, потому что он перестает быть. Быть им в целом. Да, быть городом. Потому что обе стороны конфликта претендуют на то, что они и есть город. Демократы говорят, мы и есть афиняне, мы и есть афины. А олигархи говорят, нет, это мы афиняне, и мы представляем афинский народ. Это немного складывается в ту будущую картину адемии, о которой речь пойдет во втором эссе. Но в целом это лучшее, что я могу себе помыслить. И меня пугает, что я должен это мыслить. А Агамбен мне этого нигде не говорит. Он нигде не поясняет, что он подразумевает деполитизацию полиса. Вот как вам кажется, я попал в нужное направление? Ну, это красивая мысль, да, и получается, что если мы потом должны забыть о гражданском противостоянии, то это целостность в полисе. Возвращается. Возвращается, да. Быстро меня смущает его терминология, потому что он говорит, что полис экономизируется, редуцируясь койкусу. То есть, насколько вот это вот разделение, оно... Вообще работает, да? Да. Вот мне тоже кажется, что может быть, когда он говорит про экономизацию полиса, он подразумевает современный государственный. Полис никогда не экономический. Любая экономическая единица в полисе это либо раб, либо идиот, либо метек. Понимаете, да? Это либо несвободный человек, либо человек, у которого нет гражданских прав, либо это идиот, то есть человек, добровольно отказавшийся от участия в политике во имя участия в частной жизни. Поэтому говорить о том, что каким-то образом полис является экономизируемым, это прямое прегрешение против всего, за что стоят греки. Вот вам лингвистический пример. Слово полис происходит от слова политес, гражданин. Город, полис, это для грека не здание, это не стены, это не дороги. Город, это граждане. В этом смысле там, где граждане, там и город. Я отсылаю вас к знаменитой попытке ксенофонта основать собственный полис из 10 тысяч наемников греческих. Ну, аристотель об этом пишет в политике, что город, это не стены. Поэтому сводить, пытаться заявлять, что греческий город каким-то образом экономизируется, это грешить против вообще всего, о чем можно только говорить. Нет, но он говорит, что сфера экономики это ойкос, но получается, что через стасис полис каким-то образом редуцируется к ойкосу и обратно. Ну, а как? Что он имеет в виду? У меня оказалось, да, вот наватной. Ну, и он дальше говорит, что там в ходе последующей истории Запада мы постоянно видим тенденцию деполитизировать город, превращая его в дом или семью, управляемую кромными отношениями и чисто экономическими операциями. Или наоборот, переходом к фазам, когда неполитическое должно быть мобилизировано и политизировано. То есть, я так понимаю, что речь идет во втором случае про тотальную политизацию, это скорее там тоталитарные режимы, да, типа нацистского, видим. Ну, когда нет ничего как бы, да, вне государства, вне политики. О чем говорят экономикизацию? Может быть, это либеральное понимание политики, которое уравнивает логику экономическую и политическую, но уж какое-то отношение имеет к полису древнегреческому, я не понимаю. Можно попытаться это объяснить, вернувшись к началу, где Гамбен говорит, что гражданская война существует в двух парадигмах, греческой и либеральной. Греки считают гражданскую войну необходимой, а Гопс считает, что она должна необходимо быть выключена из политического. Но даже сам этот тезис проблемен, потому что, хотя мы согласны с тем, что Гопс, конечно же, хочет избавиться от гражданской войны, сказать, что греки считают гражданскую войну необходимой частью политической жизни, но это, мягко говоря, не находит подтверждения ни в литературе, ни в истории. Кстати, сам Агамбен не считает, что Гопс считает, что гражданской войны быть не должно. В будущем, да, он сказал. В следующем о том, что Левиафан должен умереть. Да, 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 но это потом уже, когда будет ясно, что гражданская война может превратиться в игру в салочки, в сифу, если вы помолошу. Есть еще одно заявление, которое окончательно свело меня с ума в первой части. Это заявление на странице 34, что терроризм это мировая гражданская война. Кто объяснит мне смысл этой фразы? Цитирую. Форму, которая гражданская война приняла в мировой истории сегодня, это терроризм. Терроризм это мировая гражданская война. Ну, здесь можно это понять, поскольку терроризм он... Нет. Почему нет? Идея полиса, идея гражданской войны подразумевает идею гражданства. Не бывает мирового гражданства. Если есть одно мировое государство, в нем уже граждан быть не может поопределить. Если терроризм как то, как то, что противоризм суверенитету и в этом смысле является формой борьбы с ним тогда гражданской войной. Терроризм это ни в коем случае не проявление государственной воли. Это есть некий индивидуальный акт, который нацелен против государства, против конкретной политики. Да, но гражданская война не нацелена против государства. Мы же только что с вами договорились, что когда гражданская война приходит, государство исчезает. Так и террористы не нацелены против государства, они нацелены против этого конкретного. Ну, вы только что говорили мне, ну, понятно, против одного... Но если это гражданская война, государства-то больше нет. Мы же договорились на этот счёт. Понимаете, фраза «мировая гражданская война» подразумевает, что все люди граждане одного государства. Или, по крайней мере, все люди – братья. Или что нет вообще гражданства. Если нет вообще гражданства, идея гражданской войны невозможна. Если есть гражданство, есть государство. Да. Значит, здесь нет гражданской войны. Ну, так вот, в том-то и дело. И, допустим, мы согласились, что терроризм – это мировая гражданская война. Как это вписывается в то, о чём идёт речь воссе? Ну, вот... Мне тоже больше нравится, когда люди объясняют свои лица. Что происходит? Ну, может быть, где-то в первой части второго тома «Хома Сакера» всё объяснено. И здесь мы снова на минутку вернёмся к переводчику. Статья сопроводительная, которая сделана переводчиком, написана лучше, качественнее и понятнее. Чем то, что говорит Агамбен, при том, что... Я уже говорил это коллегам, но я повторюсь с большим удовольствием ещё раз. И даже приведу чёткие цифры. В статье названной «Чем опасен Агамбен» Шмидт цитируется 12 раз, Ларо – 12 раз, Ленин – 10 раз, А Агамбен – 3. Вот так переводчик считает нам необходимым объяснять теорию Агамбена без самого Агамбена. Может быть, потому что то, что говорит Агамбен, при всей интересности идеи не воплощается Агамбеном. На этой прекрасной мысли, я думаю, мы можем перейти ко второму эссе, которое называется «Левиафан и бегемот», кажется. Да. Я уже говорил и повторюсь снова. Это эссе посвящено анализу картиночки. И я не очень понимаю, как анализ гравюры книги «Левиафана» Томаса Гоббса. Мне кажется, надо с прошлым просто посоветовать. Заглянуть на эту гравюру? Если они дослышали до этого места, то... Вспомнить про этого мужика. Почувствуйте, да. С мечом и чего там ещё. Косохом, кокосохом, да. Наберите прижизненное издание «Левиафана», чтобы вы понимали, о чём мы сейчас будем говорить в следующие сколько-то минут. Если мы сами сможем понять, о чём мы будем говорить. Лучше нагуглить даже твое изображение, поскольку он нас отсылает не только к самому распространённому изображению, которое находится в начале книги Гоббса, но и к тому изображению, которое относится к тому экземпляру, который был подарен Королю Англии на тот момент. Да. То есть Агамбин отталкивается от очень важной штуки. В отличие от современных оформителей и верстальщиков книг, в случае с «древними», в кавычках «древними», в случае с Гоббсом конкретно, Агамбин настаивает, что Гоббс лично выбрал и лично принимал участие в рисовании этой картинки, в создании этой гравюры. Что мне кажется уже огромным сомнением, потому что лично принимал участие ничего, по сути, не значит. Значит, вопрос, сколько в этой картинке художника, сколько в этой гравюре художника, а сколько в ней Гоббсовской мысли? Где доказательство того, что Гоббс лично говорил вот здесь вот это, вот здесь вот это? Да, Александр Николаевич хочет другими словами сказать, что изображение на этой гравюре имеет некий смысл, что Гоббс в него что-то заложил, что оно не смешает. Что Агамбин думает или пытается нам сказать, что это 100% авторское Гоббсово произведение. Но это недоказуемые заранее позиции. Как минимум, Гоббс не возражал, если это вышло при его согласии. Ему прислали же, наверное, а он поставил кейф и спустили в работу. Кстати говоря, у Филиппова тоже где-то есть, я слышал его какую-то лекцию, где он тоже обсуждает этот спец. Тоже делал упор на то, что это прежизненное издание Гоббса. Не только Агамбин, короче, перегрешит такого рода. Делает такой заход, да, но хорошо. Ну, кто расскажет, кто испытает эту боль? Кто расскажет, о чём этот фронтиспис с точки зрения Агамбина? Ну, давайте я начну. Давайте, если не сюда, спасайте нас. На что обращает внимание Агамбин? На то, что вот на этой картинке, на этом фронтисписе, Левиафан представит в образе такого гигантского человека, состоящего из тел людей. Этот Левиафан находится не в городе, а за его пределами. Это первый момент. И второй момент, что в этом городе, изображённом на переднем плане, нет людей. То есть этот город безлюден, да, там есть только некоторые привратники, которые стоят около ворот, а внутри никого нет. И вот эти два момента являются для Агамбина основными, да. Он, отталкиваясь от них, строит своё рассуждение по поводу особенностей политической философии Гоббса и политики современных государств, я бы так сказал. То есть что, собственно говоря, во-первых, важно для Агамбина? Он делает акцент на... У него есть термин, придуманный им самим, который сегодня уже звучал, термин адемии. То есть отсутствие народа в современном государстве. То есть вопреки демократической теории, которая постулирует нам, что в основе современных государств лежит народный суверенитет, то по факту получается так, что народ в нём как бы отсутствует, потому что народ, если мы следуем за мыслью Гоббса в изложении Агамбина, народ возникает только в момент создания общественного договора, когда учреждается суверен. Потому что народ — это некая общность, действующая вместе, в которой должна быть единая воля, единая мысль какая-то. А в дальнейшем этот народ распадается во множество. То есть народа нет в тот момент, пока не появилось государство. Он представляет собой множество, да, малыш тьют. И народа нет в тот момент, когда уже государство появляется. Ну вот да, после того, как государство появилось, народ исчезает. Народа нет в естественном состоянии и народа нет в государственном состоянии. Есть два вида множества. Разобщённое множество — это до создания суверена. И потом у нас есть растворивший суверенный народ снова распадается. Да. Ну, с точки зрения Гоббса все понятно. Народ никуда не исчезает, потому что ключевое свойство народа – это то, о чем вы, Денис Ударович, сказали. Воля. Единая воля. И эта воля переходит в суверенную. В этом смысле народ оказывается ненужным как совместное собрание людей, потому что народная воля уже обретает четкую структуру государственную. Она соединяется для Гоббса в идеале в одном человеке. То есть народ не нужен, потому что воля народа сохранена. Сам автор в этом смысле не противоречит мысли Гоббса. Он говорит о том, что в случае с монархией народом является монарх, в случае с демократией или аристократией того или иного вида собрания. Соответственно, все, что выходит за рамки этих институтов, которые олицетворяют собой власть, является множеством. Да, но он-то говорит нам, что при существовании суверена народа нет. Это ситуация демнии. А Гоббс говорит нам, что это не имеет значения. Важен не факт существования или несуществования народа, важен факт существования народной воли. И так как народ не может народную волю иметь все время, он может иметь ее только в один момент, когда все согласны. А все согласны могут быть с точки зрения Гоббса только в одной ситуации, когда всем страшно, смертельно страшно. Тогда они создают суверену. Да! Ну так это, когда они создают суверену, они это делают, потому что они понимают, что если страх пройдет, народ исчезнет. Единой воли не будет. Поэтому они создают институционально единую волю, которая продолжает существовать, даже когда страх уходит. А он уходит ровно, когда государство создаётся. Но в этом смысле Агамбен нисколько не противоречит. Нет, смотрите, Агамбен говорит, что народа в государстве нет. Его не существует. Существует. Адемия в государстве, при государственном состоянии народа нет. Она существует, собственно, в том органе власти, который олицетворяет этот народ. Разве Агамбен именно это говорит? Это Гоббс это говорит. Агамбен это приводит. Где? Ну, у меня же манердивы. Окей. Вы думаете, это я все думал? То есть для Гоббса ключевое, что Адемия, это не наступает никогда, потому что ключевое свойство всего этого дела – это воля, которая сохраняется, а не толпа, которая собралась или не собралась вместе. Но для Агамбена-то важно не это. Он ведь хочет нам показать важную штуку, другую, на мой взгляд. Он продолжает говорить нам про гражданскую войну. Он говорит на странице 69, что гражданская война и естественное состояние не совпадают. Что Гоббс нас обманывает. Иными словами, что естественное состояние – это не состояние войны. Чувствуете, куда мы двигаемся, да? А именно к тому, что в естественном состоянии, то есть в состоянии без государства, люди могут жить в мире. А двигаемся мы, собственно, к войне, к тому, что такое война. Да, 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 да. Но естественное состояние – это состояние без государства. Тезис Агамбена заключается в том, что это государство придумало войну. Что люди до государства, в принципе, не воевали. Не знали, что это такое. И то, как государство придумывает… Не воевали, не убивали. Это разные вещи. Нет, война и есть от кровопролития. Секундочку, война есть от кровопролития, но кровопролитие не есть война. Это разные вещи. Ну, если вы не говорите о случае, да? Почему? Ну, случайное кровопролитие вполне себе... Создательное кровопролитие может не быть. Вы говорите о нарушении закона, но вне государства не может быть и нарушение закона. Ну, смотрите, жертва. Это не убийство. Почему это? Потому что очень часто жертва добровольна. А если она не добровольна? Тогда это не представитель нашего народа, это враг. Надо об этом подумать. Ну, в общем, концепция адемии, я даже не знаю, что сказать. Ну, мне кажется, у него идея заключается в том, что проблематически само понятие народ. То есть он все время же говорит, что народ, который является ключевым, одним из базовых понятий в западной политической традиции, современного политического языка, это крайне проблемная конструкция. Потому что что такое народ? Кто его представляет? Он сам себя же не может представлять сегодня. Его представляют некие люди, которые говорят от имени народа. Или пытаются говорить от имени народа, да. Ну, это проблема, потому что, когда вот этот тезис высказан, статья не заканчивается. А продолжается, уходя в какую-то эсхатологию, христианскую теологию. Он точно это любит, да. Вы поняли, к чему я говорю? А мне кажется, я понял. Давайте. Потому что, и мы об этом немножечко с вами говорим же. А Гамбин хочет сказать, что Левиафан, который представлен в Гоббсе, с точки зрения самого Гоббса, это не есть какая-то финальная стадия состояния человека. Левиафан должен быть преодолен. И в этом смысле он как бы делает заход на Шмидта, поскольку с точки зрения Шмидта, вот эта эсхатологическая перспектива, это и есть существование государства. То есть Левиафана как Катехона. В этом смысле он их различает, как ни странно. Он их противопоставляет друг другу. Вот. И это тоже меня удивило. Смотрите, когда начинается разговор об адемии, Агамбин пытается народ обнаружить. Он обнаруживает народ в самом начале создания государства. И потому он собирается обнаружить его в самом конце каким-то образом. Для этого он начинает двигать христианскую парадигму, говоря о том, что Левиафан и есть сатана. Что Левиафан – это не Катехон, не то, что останавливает пришествие дьявола, а Левиафан – это наоборот то, что помогает дьяволу явиться в этот мир. В этом рассуждении Агамбин приводит свое собственное мнение о том, каким образом представление о Левиафане и Бегемоте трансформировалось от периода Средневековья к периоду Модерну. И вот в этот период Барокко, который номинует Барокко, представляло собой уже некоторый такой комичный облик. То есть будто бы Гоббс пользуется чем-то, что заранее как изображение, как смысл выхлощен. То есть дьявол, его изображение – это есть некоторая условная усмешка, художественный образ. Да, и как это можно выяснить? Такого-то очень важного. Да, но как это? Если бы мы обладали интеллектуальной честностью. Допустим, это так. Гоббс говорит нам о том, что Левиафан – это смертный бог. Гоббс – атеист, Гоббс – материалист. Ему все равно на пришествие Антихриста. Он не верит в эсхатологию. Он вообще не про то говорит. Да. А почему-то, как уверяет Насагамбин, он копирует изображение Левиафана с изображения Антихриста, найденного чуть ранее. Ну, смотрите, он ведь не просто так начинает в этом месте со Шмидта, который в своей политической теологии говорил о том, что все понятия, которые нам известны в политической науке, являются выхолощенными, секуляризированными, религиозными, теологическими представлениями. Да, 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 все так. Да, в этом смысле эсхатология – это чисто инструментальный термин. Да, но Агамбин ведь говорит, что это намеренно в случае Гоббса. Что Гоббс намеренно. Ну, так Шмидт говорит – нет. Политическая теология предполагает, что на наши политические взгляды подсознательно влияют теологические взгляды, что мы мир строим таким, каким мы его… Ну, мы же не намеренно это делать. А Агамбин почему-то говорит, что это было с самого начала намерение Гоббса. То есть, атеистный террорист такой – сатану строим. Ну, ведь он не хочет сказать сатану. Как раз-таки в этом-то и дело. Левиафана есть антихрист. Ну, для Гоббса нет, как утверждает… Наоборот. Нет, как утверждает Агамбин, для него это не сатана совершенно. В этом и есть смысл выхолощения. Это есть некоторый такой монстр, который уже не имеет той религиозной… Мне показалось это именно так. То есть, именно в этом и состоял смысл борочного поворота, который был. Нет, смотрите, страница 86. То есть, в христианской политике Гоббса государство никоим образом не может иметь функцию той силы, что тормозит и задерживает конец времен. Государство не только не действует, как некий катихон, но и наоборот совпадает со сатологическим… Государство ускоряет конец времен. Да, но так это же сказано в христианской политике Гоббса. Да, и это он употребляет с той целью, чтобы указать, что бегемот, то есть гражданская война, вступит в конечном счёте в противостоянии с Левиафаном, который есть в государстве. Это понятно, но он при этом говорит, что это всё внутри мысли Гоббса. Не в смысле это интерпретация, а это Гоббс так и задумывает. Ну, это его интерпретация, которая, как он утверждает, является превращенной задумкой Гоббса. Ладно. В этот момент я хочу выделить только одну мысль. На странице 83 переводчик снова уничтожает Агамбина, когда тот говорит, что где в послании Павла Фессалитцам в Новом Завете никогда не употребляется слово «народ». Фессалоникийцам, по-моему, или Фессалитцам, Фессалоникийцам. Фессалоникийцам. Прости, Господь. В общем, в Новом Завете, давайте я даже найду правильную цитату. В Евангелиях множество окружающего Иисуса никогда не предстаёт в качестве политической сущности народа. Так в Новом Завете мы находим три термина для народа. Отсутствует же термин с политическим значением «демос». И тут наш переводчик говорит, на самом деле в Новом Завете есть употребление слова «демос». Да, и четыре его версии, то есть падежа. Итого пять. И это при том, что «демос» всего упоминается типа 30, 131, 142. То есть Агамбин снова игнорирует реальность, чтобы обрисовать хорошую картину. Ну, скажем так, не то что игнорирует, сколько умалчивает о том, или не знает о том, что есть что-то противоположное. Понимаете, он посчитал каждое слово для множества, но не заметил слово «демос». Молчал, молчал. Молчал. Бывает такое, бывает. Хорошо. Почему важно показать, что государство приближает конец света? Причём здесь конец света? Мы говорим о гражданской войне. И говорим, что гражданская война – это и есть нормальное политическое состояние. Мы говорим, что Левиафан Гоббса убирает это нормальное политическое состояние, создавая государство и таким образом вводя феномен Адемии. То есть, вроде город есть, но он пустой. Государство есть, но людей в нём нет. Граждан в нём нет. Народа нет. Да. Граждан нет. Причём здесь конец света и эсхатология. И то, что государство приближает этот самый конец света. Я вот не очень понимаю, как происходит этот поворот. Ну, смотрите, мне кажется, эсхатология здесь имеет отношение непосредственно к представлению о небесном царстве, которое описано также в Агамбе. А в этом небесном царстве, как утверждает Агамбин, не будет различений между головой и телом. Это нас вновь возвращает к изображению у Гоббса. То есть, к различению между телом управляемым и головой, который управляет. То есть, не будет различений между множеством и народом, о котором мы с вами говорим. Это и есть эсхатологическая перспектива. А почему тогда он нам говорит, что в Новом Завете ни разу не упоминается народ? А не имеет, видимо, смысла это различение. Если мы не различаем голову и тело, соответственно, в чём заключается разница между множеством и народом, если это одно и то же всё. И вот давайте я дам вам цитату, и вы мне расскажите, о чём оно. Царство Левиафана и Царство Божие представляют собой две автономные политические реальности, которые никогда не должны смешиваться. И тем не менее, они эсхатологически связаны в том смысле, что первое должно с необходимостью исчезнуть, когда осуществится второе. Вот скажите мне, это просто очередной коммунистический заход? Когда наступит коммунизм, государство исчезнет и будет Царство Божие на земле? Ну, мне не кажется, что он в этом смысле это хочет сказать. Ведь, смотрите, он не просто так возвращается к Левиафану и Вегемоту постоянно. Он говорит, что они оба должны умереть. То есть, должно умереть и то, и другое представление о народе. И о народе, как о множестве, и о народе, как о народе. Как о демосе, как о мультитюде. Тогда почему Царство Божие – это политическая реальность? Что в нём политического? Ну, Агамбер не утверждает, что это политическая реальность. Я только что прочёл вам. Царство Левиафана и Царство Божие представляют собой две автономные политические реальности. Я правильно понимаю, что коммунизм? Не знаю, можно так говорить. Ну, а я просто не вижу других опций. Когда умрёт государство Левиафаны, наступит наконец-то демилья, будет только народ, и это будет чисто политическое. Александр Михайлович, мы в очень правильный термин с вами упьём, что такое политическое, потому что дальше он переходит к Карлу Шмидту и начинает выяснять, что такое политическое. Говоря о Карле Шмидте, он говорит о том, что два основных термина, через которые Карл Шмидт определяет политическое, а именно «вражда» и «война», у Карла Шмидта являются имплицированными друг в друга, являются порочным кругом. Кажется, мы должны предупредить слушателей, что мы к третьему эссе плавно перешли. Если нам нечего сказать про второе... Если слушатели, это важно. Да. Ну, чтобы люди как-то нить не теряли. Мы очень плавно перешли к третьему эссе, это было прямо так плавно-плавно, это было отлично, всё верно. Но про что это третье эссе? Давайте обсуждать. Дмитрий Сударович, вы все молчали, пока мы тут спорили про эсхатологию. Ну да, совсем не моя тема, эсхатология. Но здесь он обсуждает, что такое суверенитет, во-первых, да, и на самом деле, мне кажется, можно начать с его концепции хомо-сакер. А которая ничего нет в этой книге, да? Да, но я просто посмотрел ещё его другую работу, которая называется «Суверенная власть и голая жизнь». Если хотите, я могу просто сказать пару слов, потому что здесь это всё связано напрямую. Гамбрен вводит политическое, вращаясь к такому древнеримскому понятию хомо-сакер. Хомо-сакер – это был человек, которому можно было безнаказанно убить, за это не следовало наказание, это не разнообразное преступление. Но при этом его нельзя было принести в жертву богам. То есть это был человек, который стоял как бы вне нормальных гражданских политических отношений. С точки зрения Гамбена, государство начинается тогда, когда появляется инстанция, которая говорит, что вот этого человека можно лишить жизни, и это не будет являться преступлением. То есть суверенитет – это решение вопроса о праве убивать. Вот это главное. То есть в основе государства современного, он говорит, о Гамбене, лежит не какой-нибудь общественный договор, ничего, а возможность убивать. Легитимное насилие политическое, в основе современного государства лежит политическое. Но для него политическое связано как бы с биополитикой, с телами. Не совсем ведь. Ну да, но для него современное представление политическое связано с представлением Харла Шмидта, который он утверждает. Ну он это выводит не только от Шмидта, то есть он же и Дон Гокса приписывает сюда, он говорит, что вот эта вот опять же метафора Левиафана, состоящая из множества тел, подчеркивает, что в основе политики, в основе суверенитета лежит обладание телами. Телоподных, которые разрешено убивать, говорит он, образует политическое тело. То есть для него метафора современного государства это не полис, как иногда представляется, а концлагерь. Как бы предельная возможность убивать, да, это вот лагерь... Ну это и есть суть биополитики, да. Ну в предельном выражении, да, когда там нацистский рейх принимает решение, кого можно убить, в каких количествах и так далее. В современном мире, в современных либеральных демократиях это тоже присутствует, потому что как, ну только не в такой концентрированной форме, но тем не менее, любое государство базируется на возможности кого-то лишить жизни. Но опять же ввести чрезвычайное положение, отсылка к Шмидту, да. Вот, например, для Агамбана хорошей иллюстрацией была пандемия. Он еще критически о ней писал, даже заслужил славу ковид-диссидента. То есть для него любое государство, оно стремится превратить чрезвычайное положение в тину, потому что тем самым можно выйти до рамки закона, ну что является, да, признаком суверенитета. Опять же, привет Шмидту. И в этом смысле мы все сегодня являемся такими хомо-сайтер по отношению к государству, потому что оно может решить в какой-то момент, что с нами сделать, и мы беззащитны перед его лицом. Даже если нам кажется, что мы живем в Шмидте Агамбана, в странах, где действует rule of law, правление законов, да, верховенство права, это на самом деле некая иллюзия, потому что вот можно вспомнить многочисленные чрезвычайные положения, которые государство периодически вводит. Ну, не знаю, там, от американской вот этой вуантера, да, когда там всякие вводились чрезвычайные меры там, да, он там... Акт патриота. Да, да, он там приводит, например, в Веймарской республике, где тоже, помните, было положение о том, что президент может вводить чрезвычайные положения. Этим мы воспользовались. То есть еще до Гитлера многократно, он говорит, четыре раза, по-моему, как минимум к этому прибегала Веймарская республика. Ну, собственно, вот, наверное, отсюда и следует все его рассуждения прочитывать. Вот мне совершенно по-другому показалось. Мне показалось, что основная идея, которая есть в этом произведении, и которая лежит в самом конце, заключается в том, что Агамбин хочет дискредитировать идею политики как чего-то серьезного. Не случайно он постоянно обращается к игре, не случайно он приводит здесь историю с античностью, которая, на мой взгляд, выглядит очень странно. Давайте не политики, а гражданской войны. По поводу Шмиттова. Все здесь, и переводчик нам на это тоже указывает, все здесь опять классический теперь уже для нас Агамбин. Там, где надо переврать, заменить слово, там, где надо притвориться, что есть какое-то противоречие, хотя его нет. Нет, и это очевидно для любого, кто читал Шмитта, это пожалуйста. Но ключевой момент этого эссе заключается не в нападении на Шмитта, а в резком переходе к тому, что люди могут жить без государства в рамках шмитянской или гапсианской гражданской войны, естественного состояния. Потому что на самом деле без государства гражданская война возвращается к своему изначальному состоянию. Нет, мне кажется, не совсем так. Он хочет сказать, что люди могут жить без политического, поскольку могут жить без серьёзности. Не знаю насчёт этого, надо это обсудить. Но он чётко говорит о том, что первоначальное состояние гражданской войны – это состояние игры. Да, и это самое важное. Да, то есть, смотрите, логика получается такая. В первом эссе мы говорим, что на самом деле гражданская война – это вообще правильное политическое состояние. Во втором эссе мы говорим, что единственная причина, по которой сегодня у нас какие-то проблемы, заключается в том, что существует адемия, в смысле существует современное государство. От него, следовательно, надо избавиться, чтобы настало политическое состояние, чтобы мы в рай наконец-то пришли. И в третьем эссе мы говорим, конечно, это политическое состояние, и есть гражданская война из первого эссе. Всё нормально. Но если мы посмотрим на историю, на первых чистых руссианских вот этих прекрасных дикарей, то мы выясним, что они не убивали друг друга, а кидались кокосами. Подожди, как в делах так говорится, что они не убивали друг друга. Смотрите, давайте. «Войны» – это страница 117-118. По крайней мере, в своей наиболее древней основе принадлежат к сфере игры. Да, но он не говорит, что это отсутствие смертоубийства. Он даже приводит здесь историю, связанную с, господи, как этих античных звали-то. Он говорит, что первые войны – это ритуальный характер. Да, «Гораций и Куриация». Он приводит пример с «Горациями и Куриациями». Их игра заключалась в том, что пять из шести умерли. Вот игра. Поиграли, что называется. Да, да. Да, на Олимпийских играх тоже заключается. В этом смысле Адамбин ни в коем случае не хочет сказать, что отсутствие войны – это отсутствие смертоубийств. Он хочет сказать, что этическое представление об убийстве – это есть иное представление об убийстве, чем есть в игре. Это разные понятия. Наоборот, что государство исказило представление об войне настолько, что мы видим войну как смертоубийство. А на самом деле это детская игра, где люди прежде чем умирали. Мы видим смертоубийство как политическое, поскольку… Здесь мы должны вернуться к Карлу Шмидту чуть-чуть прояснить, что такое понятие политического. Значит, с точки зрения Шмидта, как говорит нам об этом Адамбин, возможность войны конституирует политическое как таковое. То есть, а именно возможность физического убийства, которое в этом осуществляется. Соответственно, критерием политического является понятие врага, является враг. Да. И Адамбин пытается что сделать? Вот страница 120. Люблю цитировать почему-то страницы. Если, возможно, война без вражды, а игра это и есть война без вражды, то исчезает именно тот критерий, который позволял отличить серьезность политического от неполитического развлечения. Да. То есть, мы в конце приходим в рай, где политическое выглядит не как гражданская война. Это все еще гражданская война. Просто это игра, где иногда умирают люди. Да. Но без вражды, без антагонизма. Да, поскольку вражда становится невозможной. Ну, мне кажется, он здесь хочет подорвать вот такое понимание политического, которое предлагает Шмидт. То есть, для Шмидта, если вы друг другу не убивают, то, значит, нет политики. Ну, и для Гоббса это так. Ну, в смысле, если нет того, за что вы готовы убить друг друга, то нет. Да. Вот я вновь возвращаюсь к тому, что я говорил, что не будет политики, и привожу... Не будет шмидтианской политики, да? Не будет вообще политики. А Гамбин говорит, что без врага и друга не будет ни политики, ни государства. Где? Надо поискать. Поищите. Значит, вот смотрите. Да, хорошо, он приводит здесь Карла Шмидта, но, очевидно, он на это приводит в качестве премьеры. Будет лишь свободной от политики мировоззрение, культура, цивилизация, хозяйство, мораль, право, искусство и развлечение, что он подчеркивает как бы в первую очередь. Победа над биополитикой, да? Что меня волнует здесь опять? А именно, что Гамбин, естественно, нагло врет, когда пытается изобразить первых людей, не воюющих друг с другом, а занимающихся ритуальным борением. Ну, не первых, все-таки, там, про античников бывает. Да, ну, самых древних. На странице 118 в его примечании он пытается нам сказать, что до третьего царя Рима, Тула Гастилия, войны являются скорее жестокими и грабительскими набегами, связанными с обманом, как войны с сабинами. И Тул Гости меняет это на, собственно, войну двух семей. Но это означает, что самые древние войны, это кровавые войны, связанные с набегом, обманами и убийствами. Ну, он же там говорит, что когда людей захватывали в плен, то они делили хлеб и соль вместе с хозяевами, лучшими друзьями они потом... Ну, это же был... Да, но это снова показывает... Он же говорит про два конкретных города-побратима. То есть, он выбирает пример, где два города хорошо знают друг друга и поэтому не происходит... Это как если бы мы сказали, что Первая мировая война на самом деле была войной ритуальной и пацифистической... Пацифистской. Пацифистской, спасибо. Потому что в один момент немцы и англичане заключили рождественское перемирие и обе стороны сошлись в одном и том же окопе и пили вместе. Это выборочный пример, который искажает действительность. Смотрите, вот он говорит, до Тула-Гастилия войны были связаны с обманом, грабительскими набегами и убийствами. А на следующей странице, в том же самом примечании, говорит, принципиально важно здесь то, что в момент своего основания война имеет форму агона между двумя патрицами. В смысле? В момент своего основания война выглядит как убийство. Ну, это же безумие. Отвечая на ваш вопрос, Агамбин вводит разделение. Он говорит нам о том, что враг существует как личный и как публичный. Хостис и Полемиус. Да, это шмиттовское разделение. Да. Это отвечает на ваш вопрос. Нет. Это убийство. Это не Полемиус. Не-не-не-не. В вашем случае, в случае вот этих двух семей, убивающих друг друга, они не были личными врагами. Их туда послали, их цари. Он считает это агоном или Полемиус? Это агон. Это агон, да. Но с точки зрения Шмита это чистая война. С точки зрения Шмита, да. Но Агамбин и не разделяет точку зрения Шмита. Он как раз абсолютно против его точки зрения. Я хочу сказать, что мне кажется, что вот эта идея в трех эссе представить для читателя возможность существования земного рая, где люди не убивают друг друга из вражды, но убивают друг друга скорее в рамках веселой игры, что случается, да, и в спортивных играх люди убивают друг друга. А даже и сами себя нередко. Это классическая левацкая история про коммунизм и рай, который мы построим своими руками, когда уберем государство. И достигнута эта история чистым актом искажения там, где Агамбин считает нужным. То есть это чистая идеологическая история. У меня к вопросу, коллеги. Вот с вашей точки зрения, чем именно обуславливается серьезность политики? По Шмиту, возможности, да. Это понятно, но почему это серьезность? Почему убийство считается серьезным? Не убийство. Здесь у войны две стороны. Убийство и смерть. Смерть – это самая серьезная штука на свете. И война заставляет вас одновременно и причинять, и испытывать ее. И это нам говорит о том, что смерть, а жизнь с другой стороны, является важнейшей ценностью. То есть это ведет нас, собственно, к либеральной предпосылке. Гопс, да, конечно. А Агамбин выступает против либеральной предпосылки. Именно в этом смысле он и хочет указать нам на игру. Мне так кажется. Но он же не говорит нам про важность или неважность жизни. Вообще ничего про это не говорит. Он клонит к тому, что, возможно, ситуация войны без вражды. Мне кажется, здесь поможет это разделение. На антагонистическое и агонистическое. Ну, война и вражда. Вот то, что Шантануф очень любит, тоже левые мыслители. Когда тоже продолжает Карла Шмидта, она говорит, что политика – это на самом деле не про антагонизм, когда мы готовы друг друга убить, а про соперничество, когда мы в сопернике видим человека, который мы должны переспорить. Который имеет право на свои взгляды. А Агамбин, мне кажется, в этом смысле совершенно справедливо говорит о том, что современная политика – это чисто полемик. Мне кажется, приводя эти примеры про вот эти веселые игры, он и, собственно, хочет подчеркнуть, что политика не должна сводиться к антагонизму по Шмидту. Что она может и принимать агональные формы. В этом смысле он выступает и против либерализма, и против современности. Потому что современные конфликты, чем он более существенен, тем он более полемистичен. Это все так. Но вы мне расскажите, а как это, блин, возможно? Когда мы сходимся двумя командами, играя в футбол, и решаем территориальный спор с известной соседской страной, чья победа будет определена как финальная? Если мы победили в спортивном соревновании, именно потому что спортивное соревнование не является предельной формой соревнования, а предельной формой соревнования является смертоубийство, в момент, когда одна команда побеждает вторую, вторая команда просто достает мячи и начинает. Невозможно представить себе ситуацию, когда что-то серьезное человек готов или коллектив готов отдать в результате простого соревнования. За этим всегда следует более предельная форма соревнования. Мы видим это даже и в сегодняшнем конфликте. Это называется эскалация. Да, да, да. И я не представляю... Ну, Агамбель, видите, но Агамбель, он не противоречит этому. Он говорит о том, что посмотрите в прошлое и увидите, что там греки дрались... Ну, хорошо, он не приводит этот пример напрямую, но если мы продолжим его мысль, мы можем сказать, что, к примеру, греки дрались по правилам. Выстраиваешься в фалангочку, начинаешь драться. Нет, конечно, любая война имеет свои правила, но эти правила все время нарушаются, какими бы они ни были. Давайте пример из Лохета, я просто недавно читал по этому поводу свежего. Некий возвращается с победой. Он захватил остров в Лаконике очередной. Как он это сделал? Он договорился с элотами. Они просто сдали ему остров и все. Это по правилам? Победа без сражения, это по правилам? Ну, договорной матч, это по правилам? Ответ, конечно, нет. Смотрите, убийство, именно битва происходила, исходя из правил или нет? Нет, конечно. Ну, о каких правилах идет речь? Речь может идти об особенностях оружия. Фаланга не может воевать на горе. Она просто не сможет двигаться на горе. Фаланге нужна ровная равнина, чтобы она могла прямо идти. Фаланга не может пройти через глубокую реку. Но эти правила, это не правила, которые мы написали до того, как в случае с любым спортивным соревнованием. Эти правила, которые мы просто принимаем по факту того, что... Даже для того, чтобы состоялось сражение, нужно подобрать эту точку. Да, да. Это время, нужно собраться. То есть нужно... Это время не задано нами с вами. Это время задано просто тем количеством времени, которое нам нужно, чтобы одеть тяжелые доски. Ну, хорошо. И более того, понятно, что есть и ночные рейды, есть и атаки кавалерии во фланге, что, в общем-то, не по правилам, согласитесь. Когда мы идем, две фаланги идут друг на друга. Если сбоку нападает кавалерия, то это конец. Это чит. Это чит-код. Есть и застрельщики-лучники, что тоже, слога говоря... Вот это опция, скажем так. Ну, вот вы видите, это нарушение правил. Чему я был удивлен? Если бы Агамбин хотел прямо очень четко говорить про ритуализацию войны. Мы знаем только один народ, который занимался ритуализацией войны. Это кастеки. У них мы находим как бы ритуальные войны. Когда в один и тот же день с двух городов собираются войны и дерутся. Но его это не интересует вообще. Мне кажется, что речь не идет ни о ритуализации, ни организации. Речь идет просто о том, что мы можем, раз в прошлом могли, то есть в будущем, можем жить без, строго говоря, современной войны. Но ваш тезис заключается в том, что нет. Мне кажется, надо понять просто, что хотел Агамбин сказать. Агамбин хотел сказать, что политическое преодолимо. Я свою схему разложил. Да, что мы можем прийти в рай. Но он не говорит нигде про рай. Ну, во-первых, говорит в Левиафане. А во-вторых, он как раз и изображает финальное состояние, где мы все без государства единым порыве весело играем. Кое-кто умирает. Умирает. Естественно, да. Но это все еще игра. Это не посерьезно. Мне кажется, дело-то в том, что да, это не серьезно, поскольку это лишено политической серьезности. Но это не лишено тех рисков, которые есть. Вот вы все время меня поправляете, поправляете правильно, и мне кажется, что поправляя меня, вы со мной соглашаетесь. Как только мы говорим про то, что игра может обернуться смертоубийством, смертоубийство возвращается во всей красе. О чем мы тогда играем? Смысл в этом? Если все равно, я тебя могу убить. И в этом смысле представление Огамбина имеет только в том смысле какой-то вес, если мы можем согласиться на том, что жизнь как таковая может перестать быть первейшей ценностью. Вот если жизнь не является первейшей ценностью, то тогда его схема имеет какое-то место быть. Наоборот. Почему? Если жизнь не является первейшей ценностью, тогда политическая возвращается вообще во все поля. Это политическая будет только в том случае, когда жизнь является ценностью, потому что если жизнь не ценна, то сама по себе война не имеет никакой серьезности, поскольку ничего не ставится на кон. Вы ставите монету на кон, которая претерпела инфляцию, она ничего не значит. С этим я могу согласиться, просто мне не кажется, что возможно универсальная потеря ценности жизни. В этом большая проблема. Именно это, мне кажется, и фундирует либерализм и его... Да, да, да. Нет, это понятно. Но даже я говорю про не даже частичную потерю ценности, а универсальную. Вы можете представить мир, где все люди разом согласились, что жизнь не имеет ценности? Я могу представить мир, где часть людей согласилась, они называются террористы-смертники. Они знают, что жизнь не имеет ценности. Они знают, что есть что-то, что более ценности. Именно поэтому жизнь не имеет ценности. Нужно в этом смысле как бы перевернуть схему и сказать, что да, жизнь остается там, где есть, но возникает что-то иное, что будет выше жизни. Да, но вы хотите сказать, что Агамбен возвращает нам Бога, что ли? Мне вот так не кажется. Ну, давайте, может быть, попробуем какую-то сверхидею Агамбена выделить, уже резюмируя по этим трем эссе. Мне кажется, что Агамбен выступает здесь как критик политических оснований модерна и как человек, который говорит, прежде всего обращаясь к жителям либеральных демократий, что вот вы думаете, что вы живете в таких прекрасных политеях, своим верховенством права, и все у вас хорошо. Ну что, на самом деле, вы все хомо-сакер, чью жизнь суверен может в любой момент взять, чья жизнь на самом деле до конца не защищена, именно потому что суверен может прибегать к этим, да, ситуациям с чрезвычайного положения, и в основании, в политике лежат какие-то замечательные вещи, а лежит возможность насилия и убийств. И он пытается как-то это вот деконструировать, проблематизировать. Скажите мне, это походит на свежую мысль? Нет, она из Макса Выбора, по-моему, идея о том, что в основании государства лежат насилие и смерть. Но это не свежая мысль, это он просто использует в качестве бакгра. Ну, она радикализирует просто, да, вот это и радикализирует ее, какие-то там свои идеи добавляет, развивает. Опять же, вот эта идея биополитики, о которой мы говорили, да? Да, но внутри этих трех эссе главное, если ведь мы можем жить без государства и не воюем. Мы должны жить, вот то, о чем Денис Эдуардович говорил, мы должны жить в мире, где правит представление о том, что конфликт должен быть агонистическим. Нет, смотрите, здесь ведь ключевое не то, что конфликт агонистический, а в том, что государство должно исчезнуть. Смотрите, вот я буквально беру последнюю страничку, где Огамбин так и пишет. Вообще да. Война, какой мы ее знаем, является диспозитивом, с помощью которого агональная игровая функция оказалась захвачена государством и обращена на другие цели. В этом смысле, чтобы война снова стала агональной, государство должно исчезнуть. Ну да, потому что, да, мы все перед его лицом, в общем, не защищены. Значит, пока она существует, то, что мы говорим, голая жизнь, она остается возможной. При этом, коллеги, согласитесь, что существует некая противоречка. Когда мы с вами, Александр Павлович, только что говорили о серьезности, которая заключена в политике, возникает вопрос, а какова цель, собственно, полемики между государствами, какова цель войн между государствами, если единственной высшей ценностью является сама жизнь? Ну, для ГОП все просто, выживание, выживание. Выживание, да, да, да. Подумайте о другом. Если хомо сакер, это человек, которого может убить каждый, может убить каждый, и как бы ему за это ничего не будет. Вот в этом мире войны игры, да, в мире игры, где люди все-таки умирают во время игры, вот в этом мире игры, где государства нет, не получается ли, что каждый может с каждым сыграть и убить его? Получается? Так в этом-то и есть поинт, Агамбин. Он хочет сказать, что жизнь – это не важнейшая ценность. Нет, я так не понимаю. Если жизнь – это важнейшая ценность, все, у вас как бы схема ГОП сработает, нет альтернативы. Нет, так нельзя играть. Конечно, альтернатива есть, даже если жизнь – важнейшая ценность. Но Агамбин-то вообще не про это говорит, он даже не говорит про антропологию ничего, не про жизнь, тут ничего не звучит правильно. Он описывает нам альтернативную ситуацию, говоря, что можно жить без государства. Но при этом хомо-сакер в изначальном смысле этого слова оказывается тем, куда мы приходим в той ситуации, которую Агамбин нам рисует. Но он же не намечает никак это без государственной состоянии. То есть он подробно, по крайней мере, не говорит, какая у него альтернатива. Он просто рискует основания. Почему? Смотрите, логика эта простая. Без государства у нас гражданская война. Первое и второе – все. Без государства мы просто воюем гражданской войной. Но третье – если государства нет, то может вернуться изначальное представление, изначальное в кавычках, огромных кавычках, представление о войне, где война – это просто игра. И, соответственно, мы, как люди, живущие без государства, в естественном состоянии, в состоянии гражданской войны, всех против всех, можем там находиться, потому что эта война не про смерть, а убийство. По-моему, это очень четкая триада и очень понятный рисунок. Другое дело, что насколько этот рисунок хорош или насколько он реалистичен. Ну, не очень тогда понятно, в чем эта война, которая, как вы считаете, будет продолжаться, в чем будет заключаться ее основание, если исчезнет основание политического, если не будет развлечения врага и друга. Ну, развлечение врага и друга исчезнет, а останется не враг, а как вы там говорили, у вас там было шмидтовское развлечение, хостив и полимоз. Да, у вас останется куча личных врагов. Кроме того, это всегда большой вопрос. То есть, брали в кавычках по-хорошему. Соперник. На играх у нас все-таки не враги, соперники. Да, да, да. Но это соперник, который может умерить. Да. И опять же, возвращаемся, проблемой тут нет никакой. Умер-умер. Огромная проблема, мы с этим... Кажется, нападим по кругу, и надо уже как-то... Заканчивать, действительно. Я согласен, что надо заканчивать. Довольно сложный текст, и зритель, наверное, нас был слушать. Слушайте. Нее, чем нас читать. Чем читать? Нет, поверьте, лучше не читать. Если вы возьмете эту книгу, прочтите... Читайте хорошие книги. Да. Во-первых, читайте хорошие книги. Во-вторых, прочтите лучшее эссе переводчика, статью сопроводительную. Она про Адемию расскажет больше, яснее и понятнее, чем это делает Агамбен в этих трех эссе. Если у нас нет заключительных мыслей, помимо уже высказанных, можем завершать, сказав... Читайте хорошие книги. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо.